Да, я так думаю. Если эсклюризация коронарных артерий не улучшает выживаемость пациентов с ишемической болезнью сердца на поздних стадиях хронической болезни почек по сравнению с ожидательным подходом, подкрепленным оптимальными препаратами, выводы типа «по крайней мере инвазивная стратегия безопасна» выглядят как неудачная шутка. В расширенном исследовании с кемией СИКИ-ДИ частота смерти от сердечно-сосудистых заболеваний составила 29% и у пациентов с инвазивным лечением, и 27% с консервативным лечением. Следует согласиться с доктором Дипаковым Хаттом, что у таких пациентов правильно сосредоточиться на изменении образа жизни, тщательно подобранной медикаментозной терапией, воздержавшейся от инвазивной стратегии. В объявленном исследовании пациенты, в том числе находящиеся на диализе, получали по показаниям аспирин, бета-блокаторы, нитроглицерин, ингибиторы ангит-прощающего фермента или блокаторы рецепторов ангиотензина, статины и блокаторы кальциевых каналов. Данная терапевтическая стратегия согласуется с рекомендацией Американского колледжа кардиологов, Американской кардиологической ассоциации, Европейского общества кардиологов по вторичной профилактике и лечению стенокардии, а также Национального почвенного фонда и Британской почвенной ассоциации. Поэтому, если вам обратился такой пациент, сосредоточьтесь в первую очередь на его лечении указанными терапевтическими средствами.